24 февраля на выставке форуме Россия в Москве прошел День Здоровья. Свои достижения там представили ведущие лечебные учреждения и вузы Курской области. На стенде – гордость и передовой опыт региональной медицины. От проекта «Готов к санитарной обороне» до «Поезда здоровья». Поликлиника на колесах – идея специалистов областной больницы. Весьма успешная, а главное – своевременная. Только в прошлом году врачи объехали около 70 населенных пунктов, где приняли почти 4000 человек. Сколько всего человек в больнице здоровья? Шесть кабинетов, врачи примерно шесть, и бывает, наверное, да, шесть. Зависит от района. Какой есть заказ на дополнительных специалистов? Правильно я говорю? Ну, максимально. Максимально сколько бывает с вами едут в «Газели»? У нас точно есть всегда кардиолог, профессионалист, УЗИС. Ну, 10 человек – это будет за обслуживающим персоналом. В День Здоровья курские врачи обследовали гостей прямо на выставке. Специалисты регионального онкоцентра отвечали на распространенные вопросы посетителей и проводили исследования с помощью дерматоскопа. Зачем это нужно? Для того, чтобы рассмотреть все абсолютно образования на коже под микроскопом и выявить на ранних стадиях злокачественные заболевания, в частности, кожи, меланомы или рак кожи. То есть на глаз это, в принципе, можно как-то определить? Да, абсолютно верно. Но дерматоскоп нам максимально помогает в этом. Свои перспективные проекты в области медицины представили и курские студенты. Например, для того же регионального онкоцентра ребята разработали систему по распознаванию и анализу снимков МРТ искусственным интеллектом. Это удобный инструмент для рентгенолога для ранней диагностики онкологических заболеваний головного мозга. Это очень важная веха развития. Искусственный интеллект в медицине сейчас активно развивается. Сейчас мы занимаемся получением регистрационного удостоверения и будем пилотироваться, наверное, во втором-третьем квартале этого года, как раз в онкоцентре, потому что это наша совместная разработка. Любой желающий на выставке мог принять участие и в сдаче норм ГСО. Для этого нужно было овладеть навыками оказания первой помощи и применить их на практике. 30 минут прошло, вы снимаете жгут. 30 минут прошло, снимаем жгут, рука синеет. Снимаем, 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 быстрее снимаете жгут. Снимаем, рука посинела. Вы впервые проходили такие вот курсы? Было раньше, но не так, как бы просто как теории. Поэтому тут боли на практике и боли, когда тебя подгоняют, и вот это все экстремально теряешься и понимаешь, что надо более, лучше узнавать. Это очень хорошая тема. Наш проект, первый, наверное, в Курской области, это учение по оказанию первой медицинской помощи при необходимости. Тем более, наш регион является приграничным. И, конечно, знание АЗОВ, оказание первой медицинской помощи, это основное для спасения людей. На Дне здоровья губернатор Роман Старовойт отметил, таких высоких достижений, как в последние годы, в сфере здравоохранения куряне не добивались никогда. Однако многое зависит и от самих жителей. Любую болезнь легче предупредить, чем потом лечить. И здесь огромную роль играет диспансеризация. Пройти ее гораздо быстрее и в комфортных условиях теперь смогут жители Абаянского района. Здесь возвели новое здание взрослой поликлиники при ЦРБ. Раньше медицинскую помощь жителям Абаянского района оказывали в приспособленных помещениях. Здесь размещались 28 зданий, большая часть из которых была построена во второй половине XIX века. Новая поликлиника вместила в себя все необходимое. В смену здесь готовы принять до 250 человек. А общая площадь здания составляет 8 тысяч квадратных метров. Масштаб впечатляет. За красивым фасадом функциональные кабинеты с современным оборудованием. Цифровые флюорограф, рентген и мамограф. Качественное оснащение будет и в распоряжении узких специалистов. Так теперь выглядит стоматологический кабинет. С помощью радиовизиографа врач сможет следить за процессом лечения в режиме реального времени. Важно, что простаивать аппараты точно не будут. Штат сейчас поликлиники укомплектован на 97%. В принципе узкие специалисты, которые будут работать на данном оборудовании, они имеются, они отучены и готовы приступить к работе. В новой поликлинике удобная навигация. Принципы перемещения по зданию выстроены в соответствии с системой 5С. К примеру, кабинет травматолога с учетом состояния его посетителей расположен на первом этаже. Разведение потоков, то есть пациенты, которые идут на диспансеризацию, температурящие пациенты, также маломобильные пациенты, то есть они идут по своему пути. То есть они не соприкасаются друг с другом и идут непосредственно в тот кабинет, в то отделение, где должна оказаться или помощь, или консультация данному пациенту. Маломобильным посетителям найти нужный кабинет помогут тактильная плитка и голосовой помощник. Вы находитесь здесь. 24 февраля официальный старт работе медучреждения из Москвы с выставки форума «Россия». Далее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Роман Старовойт. Реализация проекта обошлась в 877 миллионов рублей, почти 540 из которых из резервного фонда правительства. Огромные слова благодарности нашему президенту, правительству Российской Федерации Татьяне Алексеевне вам, Михаилу Альбертовичу вам и всей команде Министерства здравоохранения России за поддержку. Потому что были выделены дополнительные финансовые средства из федерального бюджета. Мы нашли возможность и из регионального бюджета выделили средства. Но еще очень важно, проектировали эту поликлинику местные предприниматели. Это замечательный пример командной работы. В новой поликлинике предусмотрена женская консультация, отделение эндоскопической и ультразвуковой диагностики, хирургический блок, актовый зал. Ну, наконец-то мы дождались, недолго пришлось ждать. В течение года была построена наша красавица. Конечно, очень все рады, счастливы. Проект обоянской поликлиники высоко оценили в Минздраве России. Его планируют сделать типовым для других регионов. Первых пациентов здесь начали принимать уже 26 февраля. А 28 числа губернатор Роман Старовойт осмотрел, как организована работа в этом медучреждении и пообщался с пациентами. Как вам, Сергей Иванович, новая поликлиника? Я что, я просто вам заполучил. Вы вспомните, что было, да? Ну, я житель обояния в этом поколении. Поэтому то, что было, то, что сейчас есть, не просто небо на земле, а это другая халактика вообще. Так что, от жителей обоязни, спасибо вам большое. Спасибо вам. Лично вам, вашей команде, что вы ее смогли сформировать. И что люди работают, ну, я не знаю, 25 часов суд, это минимум, как-то видно. Так что, большующее вам спасибо. Спасибо. Теперь главное не болеть. Еще одно медучреждение – врачебная амбулатория – открылась в Курском районе. Объект долгожданный и такой необходимый. Здесь принимают жители семи близлежащих населенных пунктов, в том числе детей. Теперь, чтобы сдать анализы, получить консультацию специалиста или, например, поставить капельницу, не обязательно ехать в город. Все это можно сделать в новой амбулатории. Тут есть кабинеты для врача-педиатра и акушера, помещение для медицинских процедур. Здесь мы проводим диспансеризацию, приезжают врачи, акушерки для того, чтобы брать маски, также приезжают лаборанты для забора крови. Обслуживать эту амбулаторию будет населением 2,5 тысячи людей, из них 550 – это дети. Новая врачебная амбулатория – один из результатов реализации в регионе нацпроекта здравоохранения, который инициировал президент. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт на выставке в форуме «Россия в Москве». Всего же за прошлый год в Курск области построили и отремонтировали 34 объекта первичного звена здравоохранения. На этот год у нас еще более амбициозные планы – 54 объекта. И это фактор офиса врача общей практики, врачебной амбулатории, поликлиники, которые капитально ремонтируются. И действительно, проект модернизации первичного звена здравоохранения, он самый популярный сегодня, если можно так сказать, у жителей нашей страны и, безусловно, Курской области. Мы за два года капитально отремонтировали все поликлиники города Курска, за исключением одной. Но убежден, что мы вместе справимся и с этой задачей. Губернатор отметил, нацпроект здравоохранения получит продолжение. На площадке выставки форума «Россия» как раз обсуждались планы по его формированию. В этот раз внимание обратят на скорую медицинскую помощь. В Курске не отремонтированной остается только поликлиника БСМП. К сожалению, конструктивные особенности этого здания не позволяют нам только за счет капитального ремонта сделать так, чтобы она была современная и соответствовала всем требованиям. Поэтому нам необходимо принимать решение. Сейчас в регионе разрабатывается соответствующий проект. Курская область сможет рассчитывать на федеральную поддержку в вопросе софинансирования. Продолжение следует...